Берлинский, Дания. С распадом СССР сократились и выбросы двуокиси углерода, причем значительно. Ларс Хенри Кагор. Берлинский, Дания. 10 ноября 2019 года. Распад Советского Союза спас мир от выбросов парниковых газов в 160 раз больше, чем годовой выхлоп Дании, гласит знаменательное исследование с участием датских ученых. Если бы в 1991 году Советский Союз не распался, уплатить по климатическому счету человечеству было бы еще труднее, чем сейчас. Об этом свидетельствует потрясающее исследование с участием исследователя из Копенгагенского университета. С падением коммунистического режима сократились и выбросы парниковых газов в бывших советских республиках, причем значительно. За 20 лет с 1992 по 2011 год на 7,61 миллиарда тонн двуокиси углерода. Это примерно в 160 раз больше, чем Дания выбрасывает за целый год, или в полтора раза больше, чем выбросы всего Евросоюза вместе взятого. Русские стали есть меньше отбивных объясняется это резким переходом от плановой экономики к рыночной, который больно ударил по многим жителям бывшего СССР, особенно по крестьянам, и в корне изменил масштабы производства продуктов питания и модель потребления мяса. Это привело к значительному сокращению выбросов парниковых газов, объясняет исследователь Александр Прищепов, доцент кафедры наук о земле и природопользовании Копенгагенского университета. С распадом Советского Союза старая пищевая промышленность гигантской страны потерпела крах. Государственные дотации на производство и закупки отпали, цены на мясо выросли, покупательская способность рухнула, а количество животноводческих хозяйств сократилось вдвое. В начале 1990-х годов рядовой советский гражданин ел по 32 килограмма говядины в год, но к концу тысячелетия потребление сократилось более чем вдвое, до 14 килограммов. Одно лишь это повлекло за собой далеко идущие климатические последствия, ведь так называемый углеродный след от говядины по сравнению с другими продуктами особенно велик. Кроме того, в период с 1990 по 2010 год пришли в запустение сельскохозяйственные угодья общей площадью в 620 тысяч квадратных километров, это больше, чем территория всей Франции. Жители массово ринулись из сельской местности в города, и бывшее поле и пашни заросли лесом и другой растительностью. В общей сложности было поглощено свыше 4 тонн эквивалента двуокиси углерода. Таким образом непреднамеренно появился один из крупнейших в мире искусственных запасов углерода. Климатический баланс ухудшился, однако по мере оздоровления российской экономики на рубеже тысячелетий положительное влияние на климат уменьшилось, в частности, резко возрос импорт говядины из Южной Америки, который сводит на нет пользу от бразильских лесов, которые поглощают массу выхлопов. По словам уроженца России Александра Прищепова, в исследовании отмечается, что потребление мяса и землепользование напрямую сказываются на выбросах углекислого газа. Из этого следует, что торговые модели надо рассматривать с политической точки зрения. Это касается и Дании, ведь она много импортирует из других стран. Например, когда мы закупаем свою для нужд сельского хозяйства, по другую сторону земного шара вырубается детственная сельва, объясняет ученый и соавтор исследования, опубликованного в научном журнале Geopithical Research Letters. Ученый также отмечает, что в сегодняшней России промышленности меньше, чем до распада Советского Союза. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...